Но по пути множество людей вытряхнут, многие потеряют деньги на протяжении следующих 6 месяцев, и мы уже начинаем это видеть. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня темный день в криптопространстве. Компания Цельсиус обрушила весь сектор цифровых активов. Биткоин сегодня достигал 20 тысяч долларов. Компания обрушилась на 70% за 1 час после того, как заморозила выводы средств для стабилизации ликвидности, как они объяснили. Цельсиус – это компания с активами на сумму 10 миллиардов долларов. И многие люди держат свою криптовалюту на этой платформе. Если ты тоже держишь биткоин на Цельсиусе, сейчас ты не можешь его оттуда вывести, и у тебя нет к нему доступа. Криптовалютный кредитор Цельсиус приостановил снятие средств клиентами в воскресенье вечером, сославшись на проблемы с ликвидностью. Токен Цельсиуса сразу же полетел вниз. Сегодня я объясню, что такое Цельсиус, почему они заморозили вывод средств, и почему это обрушило всю криптоиндустрию в целом, из-за чего биткоин падал ниже 21 тысячи долларов сегодня. Всю ситуацию очень хорошо и просто объяснил Джек Ниволт у себя в Твиттере. Коллапс Цельсиуса простыми словами. Первой была Луна, а теперь гигант Цельсиус сталкивается с неплатежеспособностью и даже банкротством. Давай копнем глубже. Прежде всего, что такое Цельсиус? Цельсиус – это централизованный DeFi проект, который управляет и хранит криптовалюту клиентов. Они берут твою крипту, обещают фиксированный процентный доход, а затем используют ее для нужд в DeFi мире. Они рекламируют свои сервисы как банковские, однако они больше похожи на хедж-фонд или управляющего активами, а это уже несет в себе некоторые риски и требует контроля. Так как же Цельсиус зарабатывает свои деньги? Во-первых, он предоставляет кредиты учреждениям и частным лицам, а во-вторых, он сохраняет любую прибыль, которая остается после работы со средствами клиентов в торговых стратегиях. Таким образом, если они предлагают 5% доходности на депозиты в стейблкоине USDC, а затем свапают USDC на USDC, чтобы получать 20%, они могут забрать себе 15%, а клиенту оставить 5%. С такой стратегией у Цельсиуса все получалось фантастически хорошо в 2020 и 2021. Они достигли количества активов под управлением около 10 миллиардов долларов и недавно привлекли еще 400 миллионов долларов. Но есть проблема, они управляют своими деньгами как азартные игроки. Итак, что же на самом деле заставило Цельсиус остановить возможность вывода средств с платформы? И что произошло с деньгами, которые были на этой платформе? Ответ на этот вопрос можно найти в части первой расследования, и эта часть посвящена коллапсу Тералуны. Коллапс Тералуны встряхнул индустрию так сильно, что волны пошли по всем главным медиаресурсам. Наверное, это самое громкое падение одного крупного актива в истории крипты. И Цельсиус был в этом замешан. Как ты помнишь, мы об этом уже когда-то говорили. Луна обещала 20% дохода на стейблкоине UST, а также рекламировала это как совершенно лишенная риска в мероприятии. Но когда рынки начало трясти, механизм, который удерживал токен на отметке в 1 доллар, сломался. Что привело к спирали смерти, и 40-миллиардный проект рухнул. С крахом Тералуны многие предположили, что крупные институциональные игроки потеряли очень-очень много денег. И в свою очередь Цельсиус потерял около 500 миллионов долларов в токенах UST. Что интересно, что это были даже не их деньги, это были деньги их клиентов. Но у них, по крайней мере, по их словам, была финансовая подушка безопасности. Это и приводит нас ко второй части этого расследования, которое посвящено такому протоколу, как Лидо Финанс, и стейкингу Эфириума с помощью этого протокола. Для депозитов в Эфириуме Цельсиус обещает от 6 до 8% дохода со стейкинга. Большую часть доходности обещали со стейкинга именно в Эфириум Бекон Чейн. Самая большая проблема в том, что активы, которые стейкаются в Эфириум Бекон Чейн, на данный момент полностью залочены. Вывести их можно только после запуска полноценного Эфириум 2.0. Лидо Финанс, как мы помним, решил эту проблему, создав деривативный актив Лидо Стейкет Эфириум, или же ST Эфириум. И пока ST Эфириум торгуется к Эфириуму 1 к 1, мы должны помнить, что курс совсем не привязан, и не обязан торговаться 1 к 1. То есть завтра, к примеру, ST Эфириум может стоить половину Эфириума, а не один Эфириум, образно. Но Цельсиус при этом как будто бы рассчитывает, что ST Эфириум всегда будет равен одному Эфириуму. На бычьем рынке это работает, да, но на медвежьем рынке при кризисе ликвидности паритет Эфириума и ST Эфириума, которого технически не должно быть, начинает давать сбой. Это и приводит нас к третьей части проблемы, а именно к ответу на вопрос, почему Цельсиус заморозили вывод средств на самом деле. Вероятно, Цельсиус не распределил свои риски, или если и распределил, то сделал это далеко неправильно. Возможно, они взяли свои USDC, которые давали 5% дохода, и свапнули их на USDC, который давал 20% дохода. Также они могли перевести свои эфиры в EST Эфириумы, чтобы получать доход со стейкинга на бекон чейн через лидо финанс. Разумеется, все эти деньги не их, а их клиентов. Так что, когда вся криптовалюта начала падать, и все пользователи захотели свои деньги обратно, все пользователи Цельсиуса получили большие проблемы. Теперь Цельсиус переживает кризис ликвидности, который усугубляется, потому что каждое новое падение криптовалюты делает невероятно сложным соблюдать баланс депозитов клиентов с имеющимися на балансе криптоактивами Цельсиуса. Поэтому Цельсиус и закрыл вывод средств. Итак, мы имеем ситуацию. Клиенты вложили 10 миллиардов долларов в Цельсиус, а у Цельсиуса на разных его кошельках лежит активов лишь на полтора миллиарда долларов. Это уже похоже на то, что в традиционном мире называют банковской паникой, когда все вкладчики бегут в банки забирать свои деньги, что и приводит к краху всей системы. Самое интересное, что потеря уверенности людьми приводит к тому, что все больше и больше людей пытаются снимать деньги, как в случае с Цельсиусом. Но где же деньги? Цельсиус. Что ж, в некоторых местах. Итак, 400 миллионов долларов они стейкают в эфириум Бекон Чейн. Еще 400 миллионов долларов находится в Мейкер Протокол. Эта позиция очень близка к ликвидации, но Цельсиус до сих пор держит ее открытой. Нужно понимать, что такие крупные позиции всегда являются вкусной целью для институциональных торговых роботов. Они пытаются всеми силами продавить цены ниже, чтобы эти крупные позиции были ликвидированы. Так они зарабатывают на ликвидации неплохие деньги. Так как же Цельсиус решает эту проблему? Возможно, у них все окей и активов на необходимую сумму хватает. Просто они не ликвидны. Если это так, они должны попытаться договориться с другими институционалами и китами, а о том, чтобы разгрузить большие ликвидные позиции со скидкой. Но, если же у них просто нет активов, чтобы покрыть все 10 миллиардов долларов своих клиентов, им понадобится куда больше усилий. Первое – внешнее финансирование. Второе – кредит или займ. И третье – продать самих себя другой компании. Например, Nexo уже проявил желание купить Цельсиус. Либо же они могут объявить банкротство, и тогда будет еще больше хаос на рынке, чем сейчас. Для всех, кто держит деньги на Цельсиусе, это будет конец. Вот тебе и урок. Если ты не хранишь деньги на флешке, а ключи от нее не записаны в блокноте, то это не твоя криптовалюта. Рынки, конечно, потрясли эти новости, а крупные институционалы становятся вынужденными продавцами, им просто некуда деваться. Это нехороший сигнал. И, как всегда, это еще одно подтверждение, что криптопространство требует регулирования, наблюдения и легальных действий со стороны правительства и институтов. А теперь я хочу показать тебе одно видео от Брайана Брукса. Он говорит о том, что будет дальше после кризиса Цельсиуса. Брайан Брукс – это известная фигура в криптовалютном мире. Он работал в некоторых криптокомпаниях, а также являлся контролером валюты в США. Не могли бы вы пролить свет на то, что происходит с этой криптовалютой, например, с Бинансом и Цельсиусом? Ну, конечно, сейчас криптоиндустрия переживает кризис. Что я скажу? Сейчас происходит идеальный шторм из нескольких вещей сразу. Во-первых, это коллапс Цельсиуса. Это, если что, второй крупнейший централизованный криптовалютный проект в мире. Это заставляет людей думать, что весь криптовалютный сектор – какой-то развод. Конечно же, это не так, но это естественная реакция человека. Второе. У биткоина был невероятный рост во время очень-очень высокой инфляции в экономике. И сейчас ФРС США предпринимает агрессивные шаги, чтобы успокоить и замедлить инфляцию, что для биткоина плохо. И, наконец, каждая акция из списка 500 компаний в S&P 500 рухнула. И рухнула ощутимо. Это просто идеальный шторм. Все, что могло пойти не так, пошло не так. И я говорил об этом уже 2-3 года подряд, что множество проектов в криптовалюте обрушатся до нуля. Но где-то среди них прячутся новые Microsoft и Amazon. Какие-то главные протоколы, какие-то значительные сетевые технологии, они вырастут очень и будут сильными, как никогда. Но по пути множество людей вытряхнут, многие потеряют деньги на протяжении следующих 6 месяцев, и мы уже начинаем это видеть. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok